Привет! Сияющая пудра в шариках Giordani Gold. Для чего нужна и как ее использовать? Задача этой пудры первая, обеспечить вашей коже сияние. Поэтому если вы ищете пудру, которая бы придавала лицу бархатистость и матовость, то эта пудра не для вас. А в этой пудре содержится много шариков разных цветов. И каждый из этих шариков несет свою функцию. Белый шарик, он выполняет роль подсветки, либо хайлайтера. Его можно использовать как и самостоятельно, высветляя определенные участки. Например, хотя бы вот так. Либо вместе с остальными шариками, смешивая их вместе и нанося на лицо. Зеленые и фиолетовые шарики, они убирают покраснение, нивелируют красноту и убирают мелкие-мелкие красные пятнышки и неровности. Розовые шарики обеспечивают здоровый цвет лица. Эту пудру можно использовать как хайлайтер. То есть не обязательно наносить ее на все лицо. Можно наносить локально на определенные участки. Можно убирать одни шарики и заменять их другими. Если вы хотите больше сияния, вы просто убираете розовые шарики, убираете зеленые шарики. И у вас остаются те шарики, которые придают сияние коже. Пудра фиксирует макияж. Если вы пользуетесь тональным кремом и наносите сверху пудру, то эта пудра, она зафиксирует тональный крем. И ваш макияж будет держаться очень долго. С помощью этой пудры можно исправить различные косяки в макияже. Например, если вы чересчур интенсивно нанесли румяна, либо нанесли скульптурирование слишком ярко, то вы можете с помощью этой пудры разбавить такой яркий эффект. Просто нанеся поверх вашего скульптурирования лишний слой вот такой пудры. Сияющие компоненты сгладят слишком интенсивный цвет вашего макияжа. Как использовать эту пудру? Я ее использую при помощи вот такой кисточки. Я наношу ее так вот обильно на кисть, набираю, и на моей кисточке остается такая небольшая-небольшая вуаль. Но, чтобы не превратить свое лицо в эффект маски сияющей, я еще немножечко беру и вот так вот стряхиваю. И остатки наношу на лицо. Таким образом можно придать лицу отдохнувший внешний вид, легкое сияние и при этом не переборщить. Если же вы хотите сильно выделить участки, если вам нужен эффект хайлайтера, либо иллюминатора, тогда я вам рекомендую сделать следующее. Закрываем и потрясем. Шарики немножечко побились, и они гораздо интенсивнее будут отдавать вот эту вот сияющую пудру свою. И с самого дна кисточкой, так вот обильно-обильно я наношу и набираю. Но опять же, немножечко я стряхиваю и наношу на те участки, которые я хочу высветлить, либо привлечь внимание. Те участки лица, которые я хочу, чтобы у меня сияли. Очень большой плюс у этой пудры в том, что она безумно экономичная. Ее хватает, не знаю, наверное, еще лет на 5 точно при ежедневном использовании. А пользуюсь я ей уже, ну, где-то года 2. На этом у меня все. Пока!